Продолжим изучение дисциплины управления биотехнических систем. Сегодня мы остановимся на генетических алгоритмах, которые используются в системах управления, а также рассмотрим систему управления в биотехнических системах медико-биологических исследований. Некоторые материалы, которые сегодня здесь использованы, по Жданову Александру Александровичу Институту системного программирования в Российской Академии. Итак, генетический алгоритм, который позволяет найти удовлетворительное решение к аналитически неразрешимым проблемам через последовательный подбой и комбинирование искомых параметров с использованием механизмов, напоминающих биологическую валюту. Зачем нужны генетические алгоритмы? Они применяются для решения следующих задач. Оптимизация функций, разнообразные задачи на графах, настройки обучения искусственной нейронной сети, составление расписаний, игровые стратегии, аппроксимация функций, искусственная жизнь и при решении ряда задач биоинформатики. В последнем случае имеется ввиду анализ генетических последовательств. Ключевые работы в этом плане были сделаны Холденом, когда он, собственно говоря, и породил современную теорию генетических алгоритмов. Однако сначала его интересовала, прежде всего, способность природных систем к адаптации. И мечтой было создание такой системы, которая могла бы приспосабливаться к его условиям окружающей среды. И, наконец, в 1975 году, Холден, публикует самую свою знаменитую работу «Adaptation in National Artificial System». В нем впервые ввел термин «генетический алгоритм» и предложил схему классического генетического алгоритма. В дальнейшем понятии генетические алгоритмы стало очень широким, и зачастую к нему относятся алгоритмы, достаточно сильно отличающие от классического. Ну, были еще и ученики, и последовавшие козы как за рубежом, так и у нас. Принципы работы генетического алгоритма. В нем используются такие термины и понятия. Популяция – это совокупность всех особей, представляющих собой строки, кодирующие одно из решений задач. Дальше реализуются функции приспособленности. То есть наиболее приспособленные, более подходящие решения получают возможность крещиваться и давать потомству. Наихудшие и плохие решения удаляются с популяции и не дают потомству. Но это немножко напоминает алгоритм работы метода группового учета аргумента. Таким образом, приспособленность нового поколения в среднем выше предыдущего. В классическом генетическом алгоритме начальная популяция формируется случайным образом. Размер популяции, то есть количество особей фиксируется и не изменяется в течение работы всего алгоритма. Это было в классике. Сейчас это немножко привык. Каждая особь генерируется, как случайно, L-битовая строка. В конечном счете, L-битовая строка и совокупность команд, которые управляют нашим дорогим компьютером. Где L длина кодировки особей. И наконец, длина кодировки для всех особей одинакова. Повторяю, это было классическое. Схема работы любого генетического алгоритма сводится к следующему. Здесь присутствуют три стадии. Генерация промежуточной популяции путем отбора текущего поколения. Скрещивание особей промежуточной популяции или кроссовера, что приводит к формированию нового поколения и мутации нового поколения. То есть типичные для обычного генетического процесса элементы. Рассмотрим применение генетических алгоритмов в задачах, например, оптимизации поиска минимума функции Шекера. Были разработаны специальные функции для тестирования различных оптимизационных алгоритмов. Такие функции характеризуются множеством локальных минимумов или одним глобальным. Задача состоит в том, чтобы найти этот глобальный минимум и не заотрять свое внимание и время поиска ресурса на локальные минимумы. В качестве подобной функции обычно применяется функция Ханс-Пауля Шефеля. Он еще предложил ее в 1977 году. В оригинале она выглядит следующим образом. Ну понятно, что здесь сумма всех аргументов. Минус хит умноженное на синус по модулю хит. Здесь аргументов функций может быть множество. Это такая некоторая своеобразная критериальная, многокритериальная оптимизация. Для геометрической интерпретации поиска эта функция принимается, например, о двух аргументах, так как большое количество аргументов не представляется графически в некотором трехмерном пространстве. То есть одно измерение сама функция и два это Х1 и Х2. Это данный момент в следующем. Вот ее графическая интерпретация данной функции, как она ведет себя в пространстве Х2. Сама функция по оси У как нужны. То есть вот они у нас имеются. Локальные минимумы, локальные максимумы и глобальные. На плоскости Х и У по трехмерным графикам находится контурный график с изображением линиями одинакового уровня. Для дальнейшей работы строим плоский график этих уровней, причем раскрашиваем его в серые тона, где более темные места означают меньшее значение функций. Затем на этот график накладываются точки особи популяции в количестве, например, тысячи. Это так называемая начальная популяция и первое поколение. Рядом с этим графиком строится гистограмма распределения значений функций по популяции. Затем для каждой особи популяции вычисляется целевая функция, предложенная автором. По величине целевой функции сортируется популяция. Верхние 500 особей с меньшими значениями будут родителями, а 500 нижних не выживут и не перейдут в следующее поколение. А их места задают дети верхних особей. Затем кроссоверы осуществляются между родителями. Родители вместе с детьми составляют поколение второго уровня. После этого каждой особи нового поколения применяется оператор мутации, например, с вероятностью 3%. То есть случайным образом меняется значение. Затем осуществляется набор дальше и подобное. Вот к чему приводит первый уровень. Гистограмма значений функции целевой. И вот они поколения, которые нам порождают. Соответственно, это можно произвести и так далее. По графикам видно, что почти все поле покрыто точками особей. Гистограмма показывает, что математическое ожидание около нуля, а с округом функции симметричны от нуля. То ее значения примерно простираются, будет в диапазоне от минус 1500 до 1500. И так далее переходим к последующим поколениям. Вторая задача, которая здесь возникает, это поиск глобального экстрема многопараметрической функции. Здесь происходит заимствование природных механизмов, доказавших свою эффективность. И в результате достигается быстрое получение хороших решений. При этом решаются следующие проблемы. Апроксимация функций, задача о кратчайшем пути, задача размещения, настройка искусственной нейронной сети, игровые стратегии, обучение машин, поиск экстремума. Ну, как мы уже говорили, Холотт опубликовал работу в 1975 году, и его ученики в последующем. Ну, а ставоположником всего этого почему-то считают сейчас за Дарвина своего знаменитого работы. Собственно говоря, вот здесь представлен у нас генетический алгоритм, о котором мы говорили ранее. Создание начальной популяции, мутация, скрещение, отбор и, в общем-то, результат. Но эту схему немножко рассматриваю с вами буквально 3-4 минуты назад в упрощенной виде. Решением задачи при отборе популяции является вектор или битовая строка. Популяция в данном случае выступает как фиксированное число особей, а естественный отбор реализуется в виде функции приспособленности. Плохие особи отбирают, хорошие отбирают, некоторые хорошие нумулируются. Скрещивание. Оператор кроссовья, точка раздела, в котором происходит обмен хромосом. Ну, в данном случае, каждая единичка или нолик, это как бы решение задачи различными способами, и мы ими обмениваемся. Вот показан пример такого обмена хромосома. Мутация. Оператор мутации, это когда каждый бит новой особой популяции с определенной вероятностью инвертируется. Нолик на единичку, единичку на ноль. После этого формируется новое поколение. Критерии останова обычных для оптимизационных задач, то есть найденное решение, удовлетворяющее наилучшим критерием. Достигнуто максимальное число поколений, или превышено время вычислительного ресурса, или функции приспособленности более не улучшаются от поколения к поколению. Типичные критерии для решения классификационных задач. Сходимость. Пропорциональный отбор для каждой особи, это отношение приспособленности к средней приспособленности популяции. Целая часть, это сколько раз записывать особь в промежуточную популяцию. А дробная вероятность попасть туда снова. Различает одноточный кроссовер, когда имеется шаблон, состоящий из строки, состоящий из символа 0,1. И существует определенная теорема шаблона. Порядок шаблонов это количество фиксированных битов в нем. Определяющая длина, расстояние между крайними фиксированными битами шаблона. Строящийся блок шаблон заговлетворяет условиям, должен заговлетворять высокая приспособленность, низкий порядок и короткая длина. Ну, собственно говоря, обычные оптимизационные задачи. Геометрическая интерпретация показана здесь на рисунке. Это поведение той функции, о которой мы речь ввели дальше. Это геометрическая интерпретация уже в пространстве графового. То есть, три измерения, три кода, и вот как они между собой соединены. Образуют, собственно говоря, купол, в котором мы ищем решение. Преимущества и недостаток. Универсальный метод оптимизации в генетических алгоритмах позволяет решать достаточно широкий спектр задач. Имеется большое количество модификаций. И применение полезно только тогда, когда нет специального алгоритма решения. То есть, когда мы должны из многих хороших получить что-то наилучшее. Проблемы общие для всех алгоритмов поиска. То есть, проблемы локального и глобального максимума, и минимума, проблема проклятия многомерности и тому подобное. Остановимся более подробно на системах управления БТС в медико-биологических исследованиях. В некоторых ее особенностях. Ну, биологический объект, напомню вам, это источник измерительной информации в данном случае, позволяющий оценивать характеристики и отдельные параметры его жизнедеятельности организма. Биологический объект, проводящий анализ осознанительной информации с целью формирования представляемым в обновенном состоянии исследований объекта и выработке производства его развития. И, наконец, функция биологического объекта, которая отвечает за принятие решения о способах управления состоянием объекта исследований. И биологический объект, подвергающий воздействие с целью изменения состояния в нужном направлении. Структура технических средств, представленная на этом рисунке, технические средства отображения информации, искусственные системы, технические средства управления системами, сама вычислительная система и другие ее части, которые вы хорошо знаете, которые мы рассматривали в общем-то. Система диагностики и лечения с точки зрения управляющей системы имеется в биологический объект, в котором регистрируется информация, подается на вычислительную систему, здесь реализуется в биологическом объекте, то есть она на него воздействует, ну и исполняющий орган, который все это дело фиксирует и передает вычислительную систему. Саняная схема медико-биологических исследований выглядит в следующем образом. Имеется также вычислительная система, которая воздействует на биологический объект, но, собственно говоря, предыдущая схема показана в несколько другом варианте. Имеется система, которая реализует функцию рецептора для реализации обратной связи, цифровые преобразователи, инфляционные преобразователи и, в общем-то, все это опять воздействует через вычислительную систему на биологический объект. Модель лечебно-диагностического процесса в этом случае можно представить следующим образом. Обозначим через некоторое множество х множество конечных состояний организма, через у множество управляющих воздействий, через z множество физиологических процессов. Все это происходит во время некоторого временного интервала дельта-т. И также существует множество оценок состояний, которые строятся на основе информации, получаемой с помощью методовых исследований. Причем эти оценки состояний выполняются обычно по различным критериям. Предположим, что множество физиологических процессов достаточно полно характеризуют множество состояний. То есть существует отображение zx. Тогда задача синтеза оптимальной совокупности методов исследования состояния организма сводится к построению такого алгоритма получения обработки данных z, которому соответствует некоторое преобразование z в s. З в множество оценок состояний, которые обеспечивают взаимную однозначность отображения x в s. Это отображение позволяет решить и следующую задачу выбора управляющих воздействий y при условии однозначного отображения множества оценок состояний конечное множество управляющих воздействий на организм. Это, как правило, отображение достигается с помощью реализации определенного функционала. При этом возникают ошибки при постановке диагноза. Какова же их структура? Она представлена на данном рисунке. Имеется две группы, даже четыре. Полная цепочка этапов, связывающая состояние биологического объекта, с ее преобразованием может быть даже в виде этой схемы. Блоки связаны со сплошной стрелкой. Блок M соответственно отражает у нас возможные преобразования и модификации порождающего поля пунктивных прямоугольных указаны основные источники ошибки. То есть это от всех исчислительной системы, транирующей системы и так далее возникает. По сути дела это внешние воздействия, о которых мы говорим дальше. Соответственно независимо от того на каком этапе обработки исследования не возникает, различают методические погрешности и аппаратные погрешности. Постановка диагноза связана с оценкой состояния объекта в целом либо его некоторой функциональной способностью. Состояние организма и его функциональная способность определяется некоторым функциональным уровнем, который выражается в оккупности существенных переменных физиологических процессов и медико-биологических показателей. Показатели процесса проявляются через определенные физические процессы и переменные порождающих полей, на которых реагируют измерительные преобразователи На выходе измерительных преобразователей формируются электрические сигналы, несущие информацию о параметрах состояний объекта. В дальнейшем сигналы подвергаются первичному анализу различных устройств до момента формирования описания состояния симптома комплекса, который подвергается логическому анализу для постановки диагноза. Таким образом, блоки ФССК и Д вводятся для учета этапа формирования совокупности параметров, описывающих исследованную систему и принятие решений о ее состоянии. Мы уже говорили об источниках, о ошибках, показанных у нас вот здесь на рисунке. Расшифруем некоторые эти понятия. То есть, какие источники бывают? Неконтролируем изменения состояния объекта в течение времени исследования. Эти изменения проявляются на изменении уровня функционирования. Ошибки в оценке функционального уровня, ошибки взаимосвязи, ошибки при модификации порождающего поля и преобразования параметра поля в электрический сигнал, ошибки реализации алгоритмов, ошибки симптома комплекса, ошибки функциональной связи параметров, ошибки реализации алгоритмов диагностики и ошибки субъективной оценки. Понятно, что многие эти ошибки можно избежать, если мы, соответственно, процедуру исследований разобьем на большие модули, и чем меньше каналов используем при исследовании, тем меньше вероятность возникновения тех или иных ошибок. Группам-ошибкам относятся, соответственно, 4 группы. Первая группа связана с ошибками, с основным источником которым является сам биологический объект. Вторая группа – это группа источников взаимодействия в ходе выполнения процедуры медико-биологических исследований до момента получения электрического сигнала. Третья группа – это источники ошибок и погрешностей, связанных с первичной обработкой сигнала, с алгоритмом обработки сигнала, измерением их параметров и тому подобное. И четвертая группа объединяет источники ошибок формирования симптома комплексов и логической постановки диагноза. Уменьшение влияния этой группы на конечный результат связано с совершенствованием представления в биологическом объекте, более глубоком понимании происходящих в нем процессов и, следовательно, более полном представлении связи характерного организма и ее состояния. Вот учет всех этих групп позволяет оптимизировать процесс управления биообъектом биотехнической системы. Ну, вот вкратце то, что вам хотелось сказать сегодня по поводу генетических алгоритмов и медико-биологических исследований. Если возникают вопросы, прошу обращаться по следующему адресу. Спасибо за внимание.